У нас есть звонок, давайте послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, зовут меня Валерий Владимирович, наступает Новый год, праздник. У меня такой вопрос к обоим вашим гостям. Почему четвертый год не работает построенная гостиница имениного Пожарского на московском вокзале? Вы почему не видите, что у нас не работает? Вы говорите о доходах, о прибыли. Почему не работает построенная гостиница? — Хороший вопрос, спасибо. — Вы знаете, ответить на этот вопрос чрезвычайно сложно, потому что гостиницу строила частная компания. Насколько мы владеем информацией, гостиница построена снаружи, но внутри отделочные процедуры даже не начинались. Мало того, известно, что уже второй год компания, которая строила этот объект, выставляет его на продажу в поисках стратегического инвестора. Но инвестор, к сожалению, пока не нашелся. Поэтому вмешиваться в данной ситуации в дела частного бизнеса, при том, что они исправно платят налоги, я считаю неправильно. — Я тоже хочу подтвердить слова Бориса Владимировича. Власть не имеет права вмешиваться в деятельность хозяйствующего субъекта. Власть создает условия для работы бизнеса. В данном случае мы хотели помочь собственными владельцами. У нас даже был план переезда некоторых структурных подразделений, мэрии в это здание. То есть мы понимаем, что, видимо, бизнесменам, которые построили, та фирма, коробку, не снабдив ее внутренним убранством, не доделав ее, кризис коснулся и их. И поэтому, когда они обратились за помощью власти, власть рассматривала возможность, повторюсь, перевода в это помещение структурных подразделений мэрии. Переезда, вот то, что мы говорили, да, из центральной части города в спальные районы. Но, к сожалению, цена, которая оценивается, данное здание, слишком высока. И невыгодно для того, чтобы перевести туда объекты мэрии, структурных подразделений. Ну, с другой стороны, все равно мы понимаем, что мэрия на строительство оказывает определенное влияние, да, выдает разрешение на строительство в какой-то мере и контролирует, наверное, результат, принимает. И я думаю, что обратить внимание на этот объект, в принципе, можно, потому что построено достаточно большое здание, но оно не используется. Давайте перейдем все-таки от частного бизнеса к муниципальной сфере экономики. Заканчивается год, 2014-й. Этот год муниципальный сектор экономики, муниципальные наши предприятия, акционерные общества, в которых город владеет 100% пакетом акций или меньшим, жили в новых условиях, потому что в составы совета директоров входили большую часть года большинство депутатов, потом образовались некие паритетные начала. Вот на ваш взгляд, такой подход оправдал себя? Вы знаете, я скажу так, что вот практика совместного управления представителями муниципалитета и мэрии, она показала достаточно положительную эффективность управления этими предприятиями и обществами. Потому что в сравнении с 2013 годом мы на сегодняшний день имеем 15 безубыточных предприятий. Причем по тем предприятиям, которые и были в прошлом году, их было и 11 неубыточных, то есть прибыльных предприятий. По ним, соответственно, результат гораздо лучше, чем в прошлом году. То есть ряд предприятий, которые вышли с минимальной прибыли, показали достаточно серьезные результаты в разы превышающие уровень доходов прошлого года. Поэтому я вот с точки зрения, опять же, развития муниципальной экономики хочу сказать, что сделано действительно очень многое. И даже по тем предприятиям, которые вот оставшиеся шесть сейчас являются все-таки убыточными, по многим из них сформированы программы экономического оздоровления, оздоровления экономики. И по ним вместе с депутатами ведем жесткий контроль по выполнению этих программ. Борис Владимирович, хотелось бы все-таки конкретных примеров с конкретными цифрами. Я понимаю, что год еще не закончен, и ты сто процентов сказал. Антон, самое главное достижение, которое произошло с осени 2013 по осень 2014, то есть то, что муниципальный сектор экономики совместными усилиями мэрии и муниципалитета выведен из тени. И сегодня нет ни одного тайного вопроса, касающегося либо муниципального предприятия или лекционерного общества. Еще буквально два года назад не только что депутаты муниципалитета, а жители вообще не знали, чем занимаются наши мупоакционерные общества, чем они обладают, каким капиталом, какими оборотами, и вообще, что они приносят для экономики города как такового. Сегодня все открыто про каждое предприятие, про каждое акционерное общество. Мы знаем все, наши жители знают все. Результаты такие. Возьму, например, предприятие, которое я возглавляю, как представитель Совета директоров. Ярославль Телесеть. Если показатель 2013 года, то есть результаты хозяйствования прошлой командой, то есть привели данное предприятие на 1 декабря 2013 года минус 5 миллионов 800 тысяч рублей, то есть предприятие фактически потерпело убытки огромные, то проведенная нами рекструктуризация деятельности и улучшение качества работы привело на сегодняшний день к показателям 26 миллионов рублей чистой прибыли за 9 месяцев работы. И еще в третьем квартале мы планируем заработать еще немного денег. И уже сегодня мы с вами, как члены Совета директоров, проголосовали за перечисление половины прибыли, то есть 13 миллионов рублей в бюджет города Ярославля. То есть за 9 месяцев. То есть такого никогда не было. Такое предприятие, как Ярославль Заказчик, на сегодняшний день, по итогам опять же 9 месяцев показывает результат 40 миллионов рублей прибыли. И сегодня мы говорим о том, что скорее всего это предприятие перечислит 20 миллионов рублей прибыли в бюджет. В разы улучшило свои показатели центральный рынок. То есть мы сегодня говорим уже тоже о 40 миллионах рублей прибыли, полученной данным предприятием. Меня водоканал интересует. Скажем так, мы помним, что предыдущим мэром, может быть уже, так сказать, позапрошлым мэром Виктором Волончунасом предлагал чуть ли не продать водоканал. Вот сейчас по итогам 2014 года какие результаты у нас есть? Ну, по итогам 2014 года мы планируем, что предприятие будет в прибыли. Прибыль будет небольшая, но она будет исчисляться в порядке в десятки миллионов рублей. Точную цифру я не назову, потому что год еще не завершен. Немаловажным фактором развития водоканала является то, что водоканал сейчас фактически представляет собой точку развития, точку развития для города в целом. Потому что это стратегический актив, это системы коммунальной инфраструктуры, которые используются практически всеми застройщиками, всеми организациями, реализующими инвестиционные проекты на территории города. Сегодня речь о продаже, о сдаче в конце всего водоканала, как я понимаю, уже не идет? Нет, наоборот, мы вместе с областью, с регионом стараемся сейчас попасть в федеральные программы, которые позволяют привлекать федеральные ресурсы для формирования перспективной схемы развития коммунальной инфраструктуры. И, соответственно, работаем здесь вместе с областью, еще раз повторюсь. Я думаю, что в следующем году мы в одну из таких федеральных программ войдем. Да, на сегодняшний день водоканалу поручено разработать новую схему водоснабжения города Ярославля. Сейчас вот таким тормозом для водоканала является вот этот вопрос по станции воздвижения. То есть, если вы помните, у нас мы хотели создать станцию, потом вложили туда очень много денег, да, и сегодня очень много денег тратится на охрану и содержание. Поэтому мы параллельно решаем очень много вопросов, но действительно деятельность водоканала за 13-й год, вот за 14-й, я бы сказал так, за конец 13-го, начало 14-го резко улучшилась, и показатели очень-очень хорошие. А что такое все-таки произошло с 11 предприятий в прибыли, в достаточно неплохой прибыли? Что произошло? Стали лучше управлять, стали меньше воровать? Вот ваше мнение какое? Ну, практически по тем предприятиям, которые вышли у нас в плюс, действительно произошла прежде всего смена руководства, прежде всего смена руководства, несомненно. И мы изменили, скажем так, саму схему управления, когда мы ежеквартально заслушиваем отчет и принимаем гибкие оперативные вмешательства в действия руководства, то есть помогаем руководству выравнивать ситуацию. Это, несомненно, очень сильно повлияло, но по-другому в этой ситуации было нельзя. Антон, главное, что произошло, это сменились приоритеты. Если раньше муниципальные предприятия и акционерные общества последние годы работали ради собственной работы, то есть обеспечивали собственную дальнейшую деятельность, то теперь совместно депутаты муниципалитета и исполнительная власть поставила совершенно другую задачу. Муниципальные предприятия и акционерные общества решают две задачи. Первая – либо социальные проблемы, то есть те проблемы, которые не решаются другими предпринимателями на рынке предоставления услуг, либо пополняют доходную часть бюджета как дополнительный источник. Раньше же такого не было. Раньше предприятие работало ради того, чтобы работать ради себя, внутри себя. Мы видим сами, эти подходы даже до сих пор во многом-то и сохранились. Мы их переламываем. Мы говорим о том, что это предприятие и создано властью для того, чтобы, повторюсь, либо решить социально значимые проблемы, либо как источник дополнительных доходов. Если эти два условия не выполняются, или одно из них, то данное предприятие должно быть реализовано, приватизировано, то есть и продано городскими властями, и работать на свободном рынке. То есть, повторюсь, либо социально значимые услуги, которые либо дешевле намного, либо никто не выполняет, либо очень хорошая прибыль как дополнительный источник. В другом случае я за то, чтобы все продать. Последний, наверное, вопрос, да, Борис Владимирович. Борис Владимирович, транспортные предприятия как себя чувствуют по итогам 2014 года? Транспортные предприятия, к сожалению, пока сохраняются в трудной ситуации. Прежде всего, она связана с недофинансированностью со стороны мэрии города Ярославля, то есть со стороны бюджета города. К сожалению, это так, но мы тщательно изучаем этот вопрос и надеемся в 2015 году принять те решения, вместе с муниципалитетом, муниципалитет тоже в курсе, которые нам позволят выровнять ситуацию. К сожалению, сейчас ситуации действительно нет, достаточно сложно. Спасибо. Спасибо за беседу. Хочется верить, что положительные тенденции, которые мы увидели в муниципальном секторе экономики в этом году, сохранятся и в следующем году. И это станет одним из источников, хороших источников пополнения бюджета Ярославля в будущем, который, к сожалению, остается дефицитным. Наша же программа на этом подошла к концу. Это была программа «Город». В этой студии для вас работал Антон Голицын. Мы беседовали с заместителем мэра Ярославля по экономике Борисом Тамаровым и заместителем председателя муниципалитета Ярославля Игорем Блохиным. Всего вам доброго и до свидания. Смотрите нас по понедельникам после программы «День событий». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...